Всем привет! Сегодня продолжим разговор о логотипе, а точнее о формах логотипа. На прошлом уроке мы изучали виды логотипа. Их всего лишь три. Первый – это знаковый, символьный. Второй – это у нас шрифтовой. И третий у нас микс получается и знака и текста. А сегодня давайте пройдемся по формам логотипов. Что это значит? Это значит, что логотипы имеют формы. В основу логотипа, допустим, входит какая-либо форма, символьная. Есть знаки, которые в виде треугольника, есть знаки, которые в виде квадрата, линии и так далее. Вот давайте основные эти формы сейчас мы и рассмотрим. Возьмем давайте за основу круг. Если в основу логотипа лежит круг в основе, то оно означает, что у каждой фигуры есть свое обозначение, свое значение. Круг. Оно означает сообщество, единство, дружба даже. Во многих знаках имеется основная такая фигура – это круг. И вот такое значение имеет эта фигура. Кольцо в основе логотипа, там знака, если включает в себя кольцо, то оно означает прочность, решительность. Вот, обозначение кольца. Если кривая линия в основу лежит знака, то оно означает гибкость, адаптивность и податливость. Вот такое значение имеет кривая линия. Если в основу знака логотипа входит квадрат, то это значит квадрат. Это стабильность, постоянство. Вот два таких вот значения. Если треугольник лежит в основе логотипа, то он означает силу и знания. Если в основу логотипа либо знака включают в себя линии, допустим, вертикальные линии, то они означают выносливость, прочность. Если линии горизонтальны в основе логотипа, то они означают спокойствие, покой. Для примера я хотел бы вам показать известные логотипы, знаки. Первый это круг, потом кольца идут, кривая, квадрат, треугольник, горизонтальные и вертикальные линии. Вы все эти знаки знаете. И вот так вот, если призадуматься, то, что я сейчас охарактеризовал, да, эти вот фигуры, так оно и есть. Вот знак Кадидас, треугольник. Вот уже на протяжении стольких лет собой это являет именно вот эти характеристики. Вот сила, знание. Сила это спорт, знание. Microsoft в виде квадрата тоже, да, он означает стабильность и постоянство. Можете посмотреть. Всем знакомое, да? Окно Microsoft. Любой логотип, любой товарный знак в своей основе несет какую-то информацию. Хороший знак, он всегда имеет свой смысл какой-либо. На прошлом уроке я немного прошелся по истории вот логотипов там. Помните, я рассказывал про знак Apple, да? Это запрет на плот, да? Только что вот сейчас сказал про Microsoft. Это окно, стабильность, да? Уже тоже на протяжении стольких лет эта компания собой вот и доказывает, показывает, что у нее все стабильно, все хорошо. Все пользуются компьютерами, этими продуктами этой компании. Вот. Вот еще вот хочу показать примеры, где идет в основу знак, то есть фигура какая-либо. Сверху показывают какие фигуры и столбцом идут вот примеры. Здесь у меня есть тоже статистика небольшая, да? где, вот, какие знаки, да, по процентам вот. Меньше всего вот в мире используют знаки с детализацией. Это всего лишь 6 процентов. Знаки с минимализма, где минимум фигур там, либо буквенного чего-то, знаки используют больше всего. Это 94 процента. Где в знаке имеется окружности, это 36 процентов. Многоугольники 64 процента. Вот. Хочу показать эту таблицу вам. Вот. Где детализация, видите, всего лишь 6 процентов используют в мире. Минимализация самая большая, 94 процента. Это показывает то, что, вот, в знаке, чем меньше детали, где лежит в основном, основная задача, смысл знака, пользуется большим спросом. И этим дизайнеры пользуются. Чем проще знак, чем минимум средств в использовании, тем этот знак пользуется большим спросом. Вот, что коротко о формах, логотипе. Напоследок я хотел бы вам показать мою настольную книгу. Альбом. Это не книга, скорее всего. Так и написано. Альбом графического дизайна. Вот. Когда я еще был студентом, до сих пор пользуюсь этим альбомом. Видите, здесь логотипы. Альбом называется, так и называется, альбом графического дизайна. Ну, это не наше казахстанское, это альбом дизайнеров Узбекистана, союза дизайнеров Узбекистана. Они выпустили в 92 году прошлого века этот альбом. И в чем такая изюминка? Посмотрите, все эти знаки до сих пор смотрятся актуальными. Даже где-то свежо. Ну, самая изюминка, посмотрите, эти знаки, они все черно-белого цвета, но также смотрятся современно, интересно. Вот, можете посмотреть. Ну, изюминка в том, что все они были выполнены вручную. Никакого компьютера, тем более фотошопа. На удивление, вот еще раз хочу показать. Здесь никакого компьютера нет. О ваших руках. Программа фотошоп. Мои уроки. И, мне кажется, у вас все получится, используя все эти навыки, то, что я вам показывал на уроках. Поэтому желаю успехов в исполнении этих заданий, а точнее, в исполнении логотипа. Всем пока, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok